Какое счастье у вас выбранные братья и сестры сегодня оказаться на берегу Тевиатского озера вместе со Христом и его первыми учениками в тот момент, когда вся история только начинается. Мы оказываемся у самых истоков и в самом эпицентре того, чем является Церковь. После 30 лет уединенной сокровенной жизни Христос оставляет медвежий угол под названием город Назарет, оставляет своих близких семейный уют для того, чтобы выйти на миссию, ради которой Он пришел в этот мир. Он выходит на просторы для того, чтобы проповедовать Царство Божие и для того, чтобы исцелять всякую болезнь, всякий недуг в людях. И первое, что потрясает, ему нужны помощники. Если мы принимаемся за какое-то дело, то многие из нас чаще всего уверены, что справятся сами, потому что с помощниками очень хлопотно, и ты и так достаточно уверен в своих силах, да может быть и дело не такое важное. Важное реализовать себя. Совершенно иначе поступает Господь. И сегодня первый урок, который мы можем увидеть в Евангелии, ведь у Христа достаточно силы, в Нем вся полнота божественной силы. Он такой проповедник, которого мир не видел, он способен творить чудеса. Такие люди могут перевернуть мир, но ему нужны помощники, ему нужны ученики, ему нужны друзья, ему нужны вы. И с этим он идет вдоль Теверианского озера. И он видит Андрея, Петра, а затем видит и Иакова, и Иоанна. И здесь следующий момент, кого Господь прежде всего избирает, кто более всего ему приятен и подходит для его служения. Он выбирает братьев, кровных братьев, родных, которые способны трудиться вместе. И для нас это очень важный знак, что Бог не избирает, кого попало, чем хуже, тем лучше, для того, чтобы совершить что-то из этого нечто неслыханное. Он избирает там, где есть человеческие связи, где люди способны понимать друг друга, понимать полуслово, делать вместе и способны любить друг друга. И для Христа очень важно, он берет первых апостолов, тех, на кого можно опереться, потому что между ними есть братская любовь. И с года в год, и за дня в день они вместе совершают тяжелый труд, и для Христа, для Церкви это очень важно. Братская любовь. Следующий момент, он выбирает рыбаков. В Евангелии от Матфея говорится очень кратко, они были рыбаками. Но когда Евангелист столь краток, это означает, что он хочет сказать нечто большее. Прежде всего, рыбаки это действительно труженики моря. Таких работяг, таких трудяг еще нужно поискать. Это очень тяжелый труд. Рыбаки не считают часы, сколько времени они провели в море, сколько времени провели на суше, сколько времени потратили на то, чтобы промыть рыбу, промыть сети. Они не считаются со временем, они целиком преданы этому труду. И это то, что важно для Царства Божия. И напоминает нам о том, что если в Таинской Прикрещении мы действительно приняли поставление быть учениками Христа, быть апостолами, первое, что ждет от нас Господь, чтобы мы были дружениками, непраздными мечтателями, неблагочестивыми, пустосвятыми и нужны трудяги. Другое величайшее достоинство рыбаков, они очень тщательны в своем труде, они очень аккуратные люди. Обратите внимание, Яков и Иоанн подчиняют сети. Вы можете себе представить, сколько ячеек этой сети нужно перебрать в руках, для того, чтобы определить, какая из них слишком большая, через нее может пройти рыба, чтобы все было в идеальном состоянии. Христунышные ученики, которые способны быть такими терпеливыми и аккуратными в своем труде. Другая особенность рыбаков, они настойчивы и упорны. Мы привыкаем жить, благодаря прогрессу, так, что по мановению ока совершается и исполняется все, что мы хотим. Нажимаешь на кнопку, меняется программа, меняется картинка, что-то совершается. И мы настолько к этому привыкаем, что не замечаем, что мы становимся больными людьми. Психологи говорят, врачи говорят, почему так много компульсивных людей с такими серьезными расстройствами, потому что мы привыкли, что все исполняется сразу. Нам нужен экшен, нужна движуха, действие, чтобы менялась картинка. Мы не можем посидеть спокойно, в тишине, в ожидании того, что что-то должно созреть и исполниться. А рыбаки этим качеством обладают. Другое величайшее достоинство рыбаки верят Богу. Они прекрасно знают, что рыбак, каким бы он ни был терпеливым, талантливым, трудолюбивым, он не производит рыбу, он ее не создает. Он может только ждать. А рыбу в его сети направляют Бога. И поэтому в любом случае ты не можешь полагаться только на твои собственные силы, но прежде всего ты всегда рассчитываешь и ожидаешь вмешательства Бога. Это другое качество, очень важное для апостолов и для христиан. И, наконец, важен результат. Рыбакам всегда важен результат. Даже если ты ничего не поймал, и ты продолжаешь надеяться, что завтра будет лучше, Господь поможет. Им все равно важен результат. Они не делают ничего просто ради того, чтобы это делать. Они считают. И поэтому в книге «Деяния апостолов» говорится, в этот день столько-то людей обратились в веру, приняли Христа. В другой день еще больше. Они подсчитывают тщательно, сколько рыб попало в их сети, потому что для них важны не действия ради действия, для них важен плод, важен результат. И это то, что сегодня Господь открывает нам, чтобы мы этого никогда не забывали, чтобы между нами была любовь. Если в ваших семьях братья и сестры не ладят друг с другом, не нужно думать, что это приятно Богу. Пусть вина не ваша и не моя. Но если мы здесь, в церкви, потому что мы любим Христа, с этим нельзя не считаться. Господь даст силы для того, чтобы не искать виноватых, а даст силы, чтобы излучать любовь, для того, чтобы все простить, все изменить, для того, чтобы все сложилось так, как будет приятно Ему. И, наконец, самое изумительное во всей этой истории, та стремительность, та быстрота, с которой все совершается. Господь проходит рядом, Он смотрит, Он видит, Он говорит, иди за мной. Они все бросают и тут же идут за Ним. И нам может показаться это немножко странным, они как будто загипнотизированы, как будто зачарованы. И не нужно стесняться этого слова, потому что апостолы не идут в секту, они не идут за Гуру, они идут за Христом. И зачарованность бывает разная. И очень уместно задать вопрос, что же так подействовало на апостолов, чем они так зачарованы. Андрей и Петр, вероятно, поднимают руки для того, чтобы забросить сети, и это идеальный момент, чтобы Господь в этот момент, именно в этот момент их позвал. Идите за мной. И сети падают из рук, и они уходят. Вы можете себе легко представить, Иакова и Иоанна в лодке со своим отцом, как они выходят из этой лодки, поднимая края одежды, чтобы не замочить их в море, оставляют и эту лодку, и сети. И самое странное, они оставляют и отца там, у отца, у которого возникает тоже законный вопрос, что происходит, куда они уходят, что же так влечет, что же толкает вперед этих первых учеников Христа, личность самого Христа. Тогда еще никто не изучал катехизис и не знал догмата в церкви, но апостолы интуитивно это чувствовали. И для нас тоже очень полезно начинать не с догматов, а начинать с этого живого чувства. Они чувствуют, что в Иисусе из Назарета, которого они и раньше видели рядом с Иоанном Крестителем, и, вероятно, они где-то жили недалеко и тоже встречались, они чувствуют в нем какую-то силу. Потому что перед ними не просто совершенный человек, но и совершенный Бог. Есть такое правило, форма должна соответствовать содержанию. Мы никогда не подаем драгоценное шампанское в пластиковых стаканчиках. Мы не подаем устрицы на картонных тарелках. Точно так же и Бог, воплощаясь в этом мире, выбирает для себя совершенного человека, совершенное человечество. И поэтому Христос прекрасен и совершенен, как человек. И поэтому Его красота, Его сила обладают этой невероятной притягательностью, которая плечет за собой. Когда видишь Христа, то ты все забываешь, и ничто не можешь предпочесть Ему. Бог воспользовался такой необычный глагол, но тем не менее именно так человечностью Иисуса Христа, Его совершенными чертами лица, силой Его характера, Его внешностью, глубиной Его взгляда, способностью сострадать и чувствовать человеческое горе, способностью излучать любовь и быть милостивым, глубиной Его взгляда, Его волосы, какие мы видим на иконах. И мы можем себе легко понять, что знаменитый герой Достоевского, печальный князь Еродьевый, был прав. Красота спасет мир. Достаточно взглянуть на иконы Рублева и шедевры религиозной живописи, и мы поймем, что красота Христа спасет мир. Эта красота влечет, привлекает к себе, в свои сети всех рассеянных в чад Божьих, начиная с самых потерянных. И это то, что сегодня происходит с учениками. Сегодня мы празднуем тоже День всех святых в земле российской, посеявших всех святых, церкви русской. И сегодняшнее евангельское чтение нас возвращает к важному эпизоду жизни апостола Андрея Первозванного, которого мы считаем по преданию основателем нашей Церкви. И одновременно покровителем и примером. Вот так, как Он, пойти за Христом. Для того, чтобы в Нем, как в Божьей Матери, как во всех святых, просияла красота Бога, красота Его святости. Для того, чтобы все, что нам Господь дал, наше тело, наши таланты, наши слабости, наши особенности, все это стало инструментом в Его руках. Господь, виртуозный музыкант, Он сможет на этой скрипке, на этом музыкальном инструменте исполнить прекраснейшую симфонию. Нужно только все придать Ему, довериться. И тогда мы сможем излучать уверенность в том, что Христос есть совершеннейший Бог, совершеннейший человек, прекраснейший человек, единственный спаситель мира. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok